Здравствуйте! Меня зовут Владимир Свидиани, я журналист, редактор аналитического еженедельника Комментарии, издается в Украине. Я сам уроженец Грузии, этнический грузин, и поэтому мне близки все проблемы, течаяние Грузии и вообще всего Кавказа. Я понимаю, в какой тяжелой ситуации трудно находится наша страна, и понимаю, насколько ей важно укреплять дружественные отношения с соседями, тем более с народами, которые живут в Грузии веками, которые являются для грузинского народа братьями, союзниками и хорошими соседями. Известно, что Тбилиси был центром, так сказать, не только для грузинского народа, но и для других народов Кавказа, в частности для азербайджанцев. Жизнь многих выдающихся деятелей азербайджанской культуры, государственных деятелей, политиков связана так или иначе с Тбилиси. Здесь многие из них родились, некоторые из них похоронены. Я хотел бы сказать, что для азербайджанского народа, и не только для него, очень большое значение имеет личность такого деятеля, политического деятеля культуры, просветителя, писателя, как Нариман Нариманов. Нариман Нариманов сделал многое и для своего народа, и только для своего народа, но и для Грузии, и для Азербайджана, и для России. Память Наримана Нариманова чтят во многих странах, в том числе и в России. Например, в Астраханской области есть райцентр, город райцент Нариманов. Он до сих пор носит такое название, есть Наримановский район. Там хоть помнят, что этот государственный деятель очень много сделал и для Советского Союза, и для России. Он очень много всего сделал и для азербайджанской культуры, и для Азербайджана, и для Грузии, и для Турции. Потому что проблема, с которой сегодня сталкивается и Грузия, и Азербайджан, она, к сожалению, стояла и среди Турции. Внешние силы, очень могущественные внешние силы, хотели уничтожения турецкого государства. Развязали агрессию, поддерживали сепаратизм. Речь шла вообще о существовании турецкой нации. И тогда Нариман Нариманов сделал все для того, чтобы молодая советская Россия, несмотря на все трудности, стала реальным союзником молодой турецкой республики, пришла ей на помощь, помогла сохранить национальный суверенитет, территориальную целостность. И в конечном итоге сохранить турецкий народ, потому что его хотели уничтожить, его хотели изгнать со своей земли, то есть в картах, которые, в планах, которые составлялись великими державами, места туркам не было. Как, кстати, кто-то не хочет, чтобы было место на Кавказе, допустим, азербайджанцам или грузинам. Но мы здесь живем, мы здесь будем жить, как бы кому-то там это не хотелось. Вот, как бы нас не хотели изгнать со своей земли, а, к сожалению, у нас есть проблема и у Азербайджана, и у Грузии, сотни тысяч беженцев, сотни тысяч изгнанных своей земли людей. Вот, к сожалению, безответственные политики извне пытаются и дальше, чтобы эта трагедия продолжалась. Поэтому нам нужна память о таких людях, как Нариман Нариманов, которые предотвращали все эти сепаратистские авантюры, этнические чистки, предотвращали вражду между народами, стремились, как бы, поиску капровисов, поиску, так сказать, взаимоприемного государственного сотрудничества между соседними братскими народами. То та схема взаимного сотрудничества, совместной жизни, которую, как бы, как государственный, как общественный деятель внедрял Нариман Нариманов, она показала свою жизнеспособность на примеры Советского Союза. Ведь если бы в Советском Союзе взяли вверх такие авантюристы, как сейчас, допустим, поддерживать сепаратизм больших советских республиков, то наша страна бы не выстояла в борьбе с фашизмом. Ведь Гитлер же делал как раз ставку на вражду между народами Советского Союза, на вражду между тюркскими народами и славянскими народами, на вражду между самими республиками, самими советскими государственными образованиями. Это у него не получилось, мы выстояли, мы отстояли свою землю, как бы. К сожалению, сейчас опять такие же испытания. Хотят люди, некоторые выделятельные внешние силы, уничтожение Грузии, уничтожение Азербайджана, уничтожение Турции, уничтожение России. Россия тоже та же эта проблема стоит, и ее нельзя недооценивать, поскольку планы распленения России тоже по принципу поддержки агрессивного сепаратизма, этнических чисток никто не отменял, они тоже есть. Эта проблема стоит перед и русским народом. И, к сожалению, так сказать, безответственные политики, которые поддерживают сепаратизм в других странах, поддерживают этнические чистки, они не должны понимать, что они таким способом роют могилу своему собственному народу, самому собственному государству, потому что прецеденты, они потом используются для развала суверенных, самодостаточных государств. Сегодня, к сожалению, нет музея Наримана Нариманова, хотя он родился в Тбилиси, он тбилисец, он коренной тбилисец, очень много в его жизни было связано с Тбилиси, он любил этот город, он любил Грузию, он любил грузинский народ, он не допустил, когда были первые годы в советской власти, когда против Грузинской ССР некоторые революционеры, в кавычках, замысляли всякие, так сказать, антигосударственные праны, хотели расчленить Грузию, хотели отделение Абхазии, других частей, хотели, чтобы Грузия вообще не сохранилась. Нариман Нариманов выступал за сохранение действительно максимального государственного суверенитета и Грузии в границах, приближенном к историческим. Ведь не секрет, что Грузия имела непрерывную государственность до присоединения к России, тогда как некоторые народы, которые вошли в состав Советского Союза, им государственность, им границы, их республики рисковали искусственно, исходя из пожелания амбициозных политиков. К сожалению, это привело к многим трагедиям, потому что все-таки исторические, нельзя недооценивать значения исторических традиций, исторические традиции государственности, они имеют большое значение с нуля, из-за каких-то, так сказать, фантазий ученых кабинетных, государственность народу, как правило, не создашь, а от этого проявляется только трагедия. Точно так же хотели разделить Турцию, разделить и знать турецких жителей, и знать тюркское, мусульманское население из тех областей, которые хотели отдать, как бы, но в созданном или соседнем странах. То есть Турция не должна была существовать, и я не знаю, куда бы делись тюркские беженцы, турецкие беженцы. То есть, ну, это было бы трагедия народа, и то, что сейчас, допустим, происходит с палестинским народом, когда ему запрещают жить на родной земле, скорее такое же было с миллионами турок, с миллионами других мусульман, как бы, поскольку, как показала, показывает история слабости, слабых, когда народ слаб, когда народ не может защищаться, когда у него нет поддержки, его пытаются, его пытаются уничтожить, его пытаются знать свои земли, и мы должны быть благодарны таким деятелям, которые, как нонированные рану, которые приходили на помощь суверенным государствам, в сложный для них час, когда они не могли самостоятельно за себя защищать. Вот, это помнит Сурс, и это, поэтому, для тех, кто хорошо знаком с турецкой историей, для турецких историков, для патриотов турецкого народа, очень важна память о Наримане Нариванове, очень важно, что он родился в Грузии, и вообще дружба между соседними народами, братскими, потому что в нашей истории было разное. Я согласен, что мы когда-то воевали, когда-то мирились, когда-то были союзниками, все это было, так сказать, все это история, это многие народы, но сейчас между нашими народами стоит одна и та же задача, укрепление своего суверенитета, укрепление своей территориальной ценности, развитие своей экономики, добрососедство, встраивание, достойное встраивание в современный глобализирующийся мир, чтобы мы были там представлены, как бы, как суверенные, самостоятельные народы, со своей культурой, чтобы нам не навязывали чуждых нам ценностей, чтобы мы имели память о своих, а поэтому мы должны уважать память соседей, то есть грузины должны уважать память азербайджанцев, должны, так сказать, отдавать дань уважения выдающиеся дети Азербайджана, азербайджанской культуры, то в свою очередь, так сказать, турки, азербайджанцы, соседние государства, они будут уважать тогда права и грузин, права на наши святыни, на наши храмы, на нашу историю, которая есть, памятник нашей истории есть и на территории Азербайджана, и на территории Турции. И местные власти, они, к счастью, не препятствуют тому, чтобы грузинские граждане ездили туда, знакомились со своей историей, которая иногда сохранилась там даже лучше, чем, собственно, на грузинской земле, потому что, к счастью, допустим, там не было такого гонения, допустим, на церковь, на закрытие храмов, на основе идеологии, как у нас. К сожалению, в советские времена определенный период, когда было очень много чего утеряно. В заключение я бы хотел бы сказать, что без того, чтобы уважать права граждан Грузии, других национальностей, будет трудно создать, так сказать, здоровое, многонациональное, терпимое общество, избежать всяких недоразумений. Поэтому я считаю, что музей Нариманова, Нариманова и других выдающихся деятелей азербайджанской, турецкой культуры, турецкой государственности должны быть в Тбилиси. Граждане Турции, граждане Азербайджана приезжают сюда, должны понимать, что они здесь желанные гости. А те, которые являются гражданами Грузии, они должны понимать, что они здесь дома, они в своей стране, они должны, они будут работать на благо этой страны, они будут ее, так сказать, укреплять экономически и культурно. Вот это внесет, так сказать, свой вклад в дружбу, добрососедство, взаимопонимание, взаимно-культурное обогащение наших народов.